Роберт Киасаки и Шерон Лектор Правило денег 90-10 Многие из нас слышали о правиле 80-20. Другими словами, 80% нашего успеха создается 20% наших усилий. Это правило, впервые сформулированное итальянским экономистом Вильфредо Паретто в 1897 году, также известно как принцип наименьших усилий. Богатый папа признавал справедливость правила 80-20 во всех областях, кроме денег. В этом случае он верил только в правило 90-10. Богатый папа заметил, что 10% людей владеют 90% всех денег. Он отмечал, что в мире кино 10% актеров получают 90% всех денег, а 10% всех спортсменов делают 90% всех денег. То же касается и музыкантов. Правило 90-10 применимо и к миру инвестирования. Именно поэтому совет моего богатого папы был таким – не быть средним. Недавно напечатанная в газете Wall Street Journal статья подтвердила его точку зрения. В ней говорится, что 90% всех акций корпораций в Америке принадлежат лишь 10% всего населения. В этой книге объясняется, как некоторые из инвесторов, входящих в эти 10%, получили 90% всех богатств и как вы могли бы сделать то же самое. Руководство богатого папы по инвестированию – введение. Чему вы научитесь, прочитав эту книгу? Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает аккредитованным инвестором человека, у которого первое – годовой доход составляет 200 тысяч долларов или более. Либо второе – годовой доход на одну супружескую пару составляет 300 тысяч долларов или более. Либо третье – стоимость имущества за вычетом обязательств составляет 1 миллион долларов или более. Комиссия ввела эти требования, чтобы защитить среднего инвестора от самых худших и самых рискованных в мире инвестиций. Проблема, однако, в том, что эти требования к инвестору в то же время ограждают среднего инвестора и отряда самых лучших в мире инвестиций. Это одна из причин, почему богатый папа посоветовал среднему инвестору не быть средним. Начиная с нуля Эта книга начинается с момента моего возвращения с Вьетнамской войны в 1973 году. В моем распоряжении оставалось менее года до увольнения из рядов морской пехоты. Это означало, что скоро я останусь без работы, без денег, без имущества. Так что эта книга начинается с точки, знакомой многим из вас. С точки, когда начинать приходится с нуля. Ее написание явилось для меня настоящим испытанием. Я писал и переписывал ее 4 раза. Первый вариант начинался с уровня аккредитованного инвестора КЦББ, уровня, который начинается с минимального годового дохода в 200 тысяч долларов. После того, как книга была завершена в первый раз, мой соавтор, Шерон Лектор, напомнила мне о правиле 90-10. Она сказала, хотя эта книга о том, куда инвестируют богатые, суть такова, что 200 тысяч долларов в год зарабатывают менее 10% населения Америки. По правде говоря, мне кажется, что люди, достаточно зарабатывающие для того, чтобы войти в категорию аккредитованных инвесторов, составляют менее 3%. Поэтому сверхзадача при написании этой книги заключалась в том, чтобы написать об инвестициях, которые осуществляют богатые. Инвестициях, которые начинаются с минимально требуемого уровня дохода в 200 тысяч долларов. И при этом учесть всех читателей, независимо от того, есть у них деньги для инвестирования или нет. Это была действительно чрезвычайно сложная задача. И именно поэтому потребовалось писать и переписывать данную книгу 4 раза. Теперь она начинается с инвесторов самого низкого уровня и движется далее, к уровню самых искушенных инвесторов. Вместо того, чтобы начинаться с уровня аккредитованного инвестора, книга начинается с того уровня, на котором я находился в 73-м году. Потому что именно тогда у меня не было ничего, кроме мечты о том, что в один прекрасный день я разбогатею и стану инвестором, имеющим право осуществлять инвестиции для богатых. Инвестиции, о которых мало кто слышал, о которых пишут в финансовых газетах и которые продают инвестиционные брокеры по всей стране. Эта книга начинается с того момента, когда все, что у меня было, это мечта и руководство моего богатого папы, как стать инвестором, который мог бы инвестировать как богатый человек. Поэтому, независимо от того, мало у вас сегодня денег для инвестирования или много, независимо от того, мало вы знаете об инвестировании или много, эта книга должна быть для вас интересна. Суть очень сложного предмета излагается в ней настолько просто, насколько это вообще возможно. Она написана для каждого, кто хочет стать более информированным инвестором, независимо от того, каким количеством денег он располагает. Если это ваша первая книга по инвестированию, и вы опасаетесь, что она кажется слишком сложной, то могу вас уверить, она доступна вашему пониманию. Все, чего хотим мы с Шерон, это вызвать у вас желание научиться инвестировать, чтобы вы прочли эту книгу от начала до конца без предубеждения. Если некоторые места будут вам непонятны, тогда просто читайте слова, главное, продолжайте читать дальше. Даже если вам будет непонятно все, тем не менее, дойдя до заключительной главы этой книги, вы будете знать больше о предмете инвестирования, чем многие из тех людей, которые инвестируют на рынке в настоящее время. Прочитав всю книгу, вы будете знать об инвестировании намного больше, чем те люди, которые дают советы по инвестированию и которым за это платят. Книга начинается с простого и постепенно переходит к сложному, не обрастая излишними деталями. В некотором смысле, эта книга достаточно простая, хотя и включает некоторые очень сложные инвестиционные стратегии. Руководство по инвестированию – это история о том, как богатый человек ведет за собой молодого неопытного новичка, стараясь с помощью рисунков и диаграмм объяснить ему подчас весьма сложный предмет инвестирования. Мой богатый папа высоко ценил открытое итальянским экономистом Вильфредо Паретто правило 80-20, известное также как принцип наименьших усилий. Хотя, когда речь шла о деньгах, богатый папа признавал только правила 90-10, означающие, что 10% людей делают 90% всех денег. В номере Wall Street Journal от 13 сентября 1999 года была опубликована статья, поддерживающая эту точку зрения. Вот один из разделов этой статьи. Вопреки всем разговорам об инвестиционных фондах для масс, о парикмахерах и чистящиках обуви, дающих ценные указания по инвестированию, фондовый рынок остается привилегией сравнительно немногочисленной элиты. По данным экономиста из Нью-Йоркского университета Эдварда Вольфа, в 1997 году лишь 43,3% всех семей владели какими-либо акциями. Это самые последние из имеющихся данных. Среди этих пакетов многие были относительно небольшими. Держателями почти 90% всех акций являлись 10% самых богатых семей. Суть. В 1997 году эти 10% владели семью-десятью-тремя процентами чистого дохода страны, что больше по сравнению с 83-м годом, когда тем же 10% принадлежат только 68%. Другими словами, хотя сегодня все больше людей занимаются инвестированием, богатые по-прежнему становятся еще богаче. Когда дело касается акций, соблюдается закон 90-10. Лично меня волнует то обстоятельство, что все больше и больше семей рассчитывают на то, что инвестиции будут поддерживать их в будущем. Проблема в том, что в то время, когда все больше людей инвестируют, очень немногие из них не являются хорошо образованными инвесторами. А если рынок обрушится, что станет со всеми этими новичками-инвесторами? Федеральное правительство Соединенных Штатов защищает наше сбережение от катастрофических потерь, но оно не защищает наши инвестиции. Вот почему, когда я спросил моего богатого папу, какой совет вы дали бы среднему инвестору? Он ответил, не быть средним. Как не быть средним? Я понял важность инвестирования, когда мне было всего 12 лет. До тех пор понятие инвестирования не особенно меня занимало. В голове у меня были бейсбол и футбол, а не инвестирование. Я слышал это слово, но не обращал на него особого внимания, пока не увидел, на что оно способно. Помнится, я как-то шел по маленькому пляжу с человеком, которого называю своим богатым папой, и его сыном Майком, моим лучшим другом. Богатый папа показывал нам недвижимость, которую только что купил. Хотя мне было всего 12 лет, я понял, что мой богатый папа только что купил один из самых ценных объектов собственности в нашем городке. Даже будучи 12-летним мальчиком, я понимал, что выходящий к океану участок с песчаным пляжем ценился выше, чем участок без пляжа. Моей первой мыслью было, как папа Майка может позволить себе купить такой дорогой участок. Волны омывали ступни моих босых ног, а я стоял и смотрел на человека, ровесника моего настоящего отца, который сделал одно из самых больших финансовых вложений в своей жизни. Я с благодарением смотрел на него, размышляя о том, как он смог позволить себе приобрести такой участок земли. Я знал, что мой отец получал значительно больше денег, потому что был высокооплачиваемым правительственным чиновником с более высокой зарплатой. Но я знал также, что он никогда не смог бы позволить себе купить землю прямо на берегу океана. Так как же папа Майка смог сделать это? Тогда я еще не понимал, что моя карьера профессионального инвестора началась именно в тот самый момент, когда я осознал могущественную силу, заключенную в слове инвестирования. Теперь, когда со дня нашей прогулки по пляжу с моим богатым папой и его сыном Майком прошло 40 лет, на моих занятиях по инвестированию люди задают многие из тех самых вопросов, которые я задавал в тот день. Первое. Как я могу инвестировать, если у меня нет денег? Второе. У меня есть 10 тысяч долларов для инвестирования. Куда бы вы посоветовали мне инвестировать? Третье. Куда вы рекомендуете инвестировать? В недвижимость, инвестиционные фонды или акции? Четвертое. Могу ли я купить недвижимость или акции, не имея денег? Пятое. Правда ли, что нужны деньги, чтобы делать деньги? Шестое. Является ли инвестирование рискованным предприятием? Седьмое. Как вы можете получать такие высокие доходы с таким незначительным риском? Восьмое. Могу ли я инвестировать вместе с вами? Сегодня все больше людей начинает осознавать мощную силу, скрытую в слове инвестирования. Многие хотят узнать, как заставить эту силу работать на себя. Я надеюсь, что, прочитав данную книгу, вы получите ответы на многие из этих вопросов. А если нет, то она побудит вас искать ответы, которые будут работать именно на вас. Более сорока лет назад самым важным, что сделал для меня мой богатый папа, было то, что он зажег во мне искру любопытства в отношении инвестирования. Интерес пробудился во мне, когда я осознал, что папа моего лучшего друга, человек, который получал меньше моего настоящего папы, во всяком случае, если сравнивать их с зарплатой, мог позволить себе инвестиции, которые могли позволить себе только богачи. Я понял, что мой богатый папа имел какую-то власть, которой не было у моего настоящего отца, и тоже захотел обладать ею. Многие люди боятся этой власти, стараясь держаться от нее подальше, а многие даже становятся ее жертвами. Вместо того, чтобы бежать от этой власти или осуждать ее, говоря что-нибудь вроде «богатая эксплуатирует бедных», «инвестирование в вещь рискованная» или «я и не стремлюсь быть богатым», я стал проявлять любопытство. Именно оно и мое желание получить эту власть, известную также как знание и умение, побуждали меня задавать вопросы и искать ответы на них, путь, по которому я следую всю свою жизнь. «Инвестируя как богач». Быть может, эта книга и не даст вам всех конкретных ответов, которых вы, возможно, ждете. Главное мое намерение – дать вам представление о том, как многие из богатейших людей, достигших всего самостоятельно, делали деньги и продолжали приумножать их, сколачивая огромные состояния. Когда в возрасте 12 лет я стоял на пляже и смотрел на только что приобретенный богатым папой участок земли, мой разум открылся навстречу целому миру возможностей, которых не было у меня в отчим доме. Я понял, что не деньги сделали моего богатого папу инвестором. Я понял, что мой богатый папа обладал складом мышления, противоречащим, а подчас и прямо противоположным складу мышления моего настоящего отца. Я вдруг увидел, что должен понять склад мышления богатого папы, если хочу иметь такую же финансовую мощь, как и он. Я знал, что если буду думать, как он, то всегда буду богатым. Но если этого не произойдет, то я никогда не стану по-настоящему богатым, независимо от того, сколько у меня будет денег. Богатый папа только что инвестировал в один из самых дорогих участков земли в нашем городе, и это при том, что у него не было денег. Я понял, что богатство – это образ мыслей, а не размер банковского счета. Именно этот склад мышления богатых инвесторов мы с Шерен хотим довести до вашего сведения. И именно поэтому мы перерабатывали эту книгу четыре раза. Ответ богатого папы. Стоя тогда 40 лет назад на пляже, я наконец набрался мужества и спросил богатого папу, как вы смогли купить эти 10 акров самой дорогой земли у океана, ведь мой папа не может. Тогда богатый папа не может.